31 января – Международный день ювелира. Золотокузнецы из дагестанского села Кубачи известны на весь мир. Каждое их изделие по-своему уникально. Причудливый узор никогда не повторяется дважды. Герой нашего сюжета – один из тех, в ком течет кровь потомственных ювелиров из древнего аула. Так говорит сам о себе мастер Альбек Куртаев. О преемственности поколений и воплощенном таланте расскажет Алина Багилова. Без этого древнего села невозможно представить себе Дагестан. Кубачи – место, где секреты мастерства передаются по наследству. Поколение за поколением вплетают здесь новые узоры в завораживающий орнамент кубачинской серебряной бязи. Наш сегодняшний герой Альбек Куртаев. Он родился в семье потомственных ювелиров, как и многие кубачинские мастера. Мне было такое, что меня обучали именно на ювелиры. Я оставался у дедушки, учился, игрался с его инструментами. Так я обучался, смотрел, что он делает. Я пытался повторять. Он давал мне пластины медные, стучал молотком, то по пальцам, то по изделиям. Так я обучался. Весь процесс от прокатки серебра до полировки и гравировки Альбек выполняет своими руками. Но начинается все с рисунков. Эскизы своих будущих изделий ювелир также придумывает и прорабатывает в деталях сам. Для каждого изделия я рисую отдельно. Практически работы не повторяются. Бывают, ребята, спрашивают, что такое же, но двух таких одинаковых работ практически сделать даже при желании невозможно. Когда-то ювелирной работой занимались только мужчины. Считалось, что эта работа, требующая серьезной концентрации, приложения недюжинных усилий, совсем не для женщин. Однако, со временем женщины тоже стали заниматься резьбой и гравировкой, осваивать секреты филиграни и эмали. Мастер украшает свои изделия не только гравировкой, но и эмалью. Каждый клиент хочет что-то свое. Вот и стараются ювелирные маэстро удивить. Казалось бы, форма рисунка одна, но каждый орнамент всегда по-своему уникален. Альбек не работает на количество, предпочитая во всем оригинальность и индивидуальность. Мастер не повторяет свои работы, а каждый раз создает новые произведения. Я предварительно рисую сам узор, распечатываю его на бумаге, наклеиваю на пластину. Вот видите, они просверлены. Просверливаю и выпиливаю. Столовое серебро кубочинцев поражает своей изысканностью и неповторимостью. Тут и серебряные чаши, и блюда с черненным цветочным орнаментом, и роскошные кубки для напитков, со сложными узорами, напоминающие восточные сказки о властолюбивых падишахах. Золотые руки местных золотокузнецов покорили своим умением самых взыскательных ценителей ювелирного искусства по всему миру. Спрос на украшения искусственных ювелиров велик повсюду, и не только на Кавказе и в России, но и далеко за их пределами. Мастер признается, что больше всего любит работать над особенными заказами. Среди таких уникальных работ – самовар-паровоз, яйцо Фаберже «Секретом внутри», кувшин-пингвин и еще много других удивительных мини-шедевров, которые прошли через мастерскую мастера Куртаева. Кстати, вот это яйцо в стиле Фаберже, называется «Жемчужина». Очень красивая работа. На выставке, посвященной 140-летию Фаберже, заняло первое место. Это браслет, называется «Роксолана». Это по истории известной рабыни, ставшей потом царицей. По ее истории я сделал браслет. Это как оковы, превращенные в украшения. Кубачинские украшения удивляют, как правило, насыщенностью орнамента и сложностью работы, массивностью, сочетающейся с тонкостью и изяществом. По кубачинским традициям, раньше женщина должна была носить большое количество украшений, объясняет ювелир. Ныне в моде крупные украшения. Такие же обычные украшения у нас носят невесты. По-моему, даже по несколько, да? И несколько, да. На свадьбе надевают, у нас праздничные. У Расула Камзатова есть такое четверостишье. Тайну кубачинского искусства не ищите в нитках серебра. Носят тайну этого искусства в сердце кубачинца-мастера. Кубачинское серебро по праву занимает главное место в коллекциях фамильных драгоценностей сельчан. Домашние собрания которых стали настоящими семейными музеями и играют теперь важную роль в деле сохранения традиций и обычаев древнего аула. И ведь не зря бессмертные строки стихов Расула Камзатова украшают теперь многие кубачинские изделия. Ведь тайны кубачинских браслетов хранятся не на бумаге, а в сердцах умелых мастеров. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Кубачи.